Всем привет! Спасибо, что присоединились к нашему вебинару. Сегодня он будет у нас совместно с приглашенным спикером из бизнес-инкубатора Высшей школы экономики. Я сейчас буквально скажу несколько стандартных слайдов и потом передам ему слово. И сегодняшняя тема — это бизнес-модель с социальным эффектом, что это такое, для чего это нужно, как это делается, и, в общем, разберем на примерах. Но давайте для начала расскажу для тех, кто смотрит нас впервые или там записи, чтобы было понятно, откуда мы и кто мы. Меня зовут Алексей Ницца, я являюсь вент-редактором Теплицы социальных технологий, так называется наш проект. Меня можно найти вот по электронной почте либо в Фейсбуке написать мне. Если у вас есть какие-то вопросы по нашим вебинарам или еще какие-то предложения по темам, можете мне написать смело, я с удовольствием отвечу. И так выглядит наш сайт. Теплица социальных технологий в социальных сетях везде слэш Теплица СТ. Мы пишем много чего интересного об интернете и технологиях. У нас, значит, главный смысл нашего проекта – это связывать некоммерческие проекты, некоммерческие организации и IT-специалистов. И мы одним рассказываем о том, как пользоваться технологиями, а другим, кто уже владеет технологиями, собственно, как эти технологии использовать для того, чтобы делать какие-то полезные проекты. Поэтому мы делаем онлайн-мероприятия, такие как этот вебинар, проводим различные оффлайн-мероприятия, хакатоны, мастерские и так далее. И пишем много материалов и статей об этом. Двигаемся дальше. Да, и так как мы создаем достаточно много контента, очень рекомендую подписаться на наш канал на YouTube. Черный экран в чате пишет. У кого-то видно нормально все? Или у кого-то… Вот, кому-то видно, кому-то нет. В общем, напишите, пожалуйста, тем, кому не видно, чтобы просто перезагрузили браузер. Да, и мы создаем много контента, соответственно, очень рекомендую подписаться на наш канал на YouTube, чтобы не пропустить что-нибудь интересное. И хочу сделать акцент на двух плейлистах. Первый – это, естественно, запись вебинаров, потому что мы делаем их достаточно много. Уже прошло более, там, практически это, по-моему, 60-й вебинар. Поэтому много чего полезного найдете. И второй плейлист – это плейлист видеоуроков теплицы социальных технологий. Это такие небольшие видео, которые рассказывают о том, как пользоваться каким-то либо сервисом или технологией, или более подробно рассказывать о каком-то формате, чтобы вы могли узнать, например, разобраться, понять, что это такое, и потом использовать это в своей работе либо там в каких-то личных проектах. Да, и сегодня вот мы поговорим о бизнес-моделях с социальным эффектом для вашего проекта. То есть если вы создаете какой-то социально значимый проект или планируете это сделать, то эта тема для вас будет наиболее актуальна, потому что она позволит вам сформулировать ваш проект намного лучше, понять его части, как это делается. И вот сегодня мы поговорим с нашим приглашенным успехом. Это Юлиан Спектр. Это куратор программ для социальных предпринимателей, бизнес-инкубатор и высшей школы экономики. И, в общем, я так быстро рассказал, поэтому я могу передать слово уже Юлиану, и он дальше расскажет в своем темпе более подробно о том, что это такое и как это. Юлиан, ты меня слышишь? Если слышишь, то включи, пожалуйста, камеру и микрофон и загрузи свою презентацию, пожалуйста. Да, всем привет. На всякий случай еще раз. Слышно ли, видно ли меня? Видно. Я, по крайней мере, сейчас точно вижу и слышу. Так, и тогда включи презентацию, я чтобы проверил, чтобы точно все работало. Да, сейчас я буквально последний вариантик подгружаю. Ну, хорошо, сейчас я подгружу тот, потом открыть. Вот, игрочек. Открыть. И начать. Другая презентация, надо прервать твою. Да, да, да. И вот я подгружаю в свою. Вот, нет, я нажал. Секундочку. Вот она. И открываем. Открываем, открываем, открываем. Почему-то она конвертируется. Сейчас мы когда откроем предыдущий вариант. Открыть. Есть такое, да? Когда будет. Я демонстрацию нажал. Сейчас будет. Почему-то он опять мне говорит, что показывается другая презентация. Ты уже прервал? Ты ее сам можешь прервать. А я сам прерваю. Отлично. Трансляция. Так. А как ее прервать? Ну вот я могу остановить. Окей. Вот смотри, я остановил. Теперь ты можешь включить презентацию. Я включаю вот это. Есть такое. А начать демонстрацию. Кружочки, да, такие? Супер. Все, да. Значит, все окей. И тогда, да, я передаю тебе, да. Хорошо. Все. Спасибо большое, Леша. Всем добрый день. Спасибо, что вы с нами в полдень. Перед обедом. Постараюсь вам разогреть аппетит чем-то интересненьким. Смотрите, сегодня три основных части будет. Пару слов о себе. Значит, действительно бизнес-инкубатор я помогаю социальным предпринимателям запускать бизнесы. Социально очевидно. Сам себя попробовал в качестве предпринимателя тоже после этого. Три года назад разными штуками занимался. Сейчас вот перешел на ту сторону, на другую сторону, помогая другим предпринимателям. В инкубаторе у нас программа три года уже существует. Мы все время обновляем ее и делаем что-нибудь новенькое. Сейчас вот буквально идет новый набор. Уже закончился. 27-го начнет следующий. Если кому-то интересно, можем в конце потом об этом поговорить. А сегодня я хочу с вами поделиться теми инструментами, которые мне самому нравятся, которые предпринимателям мы даем, чтобы создавать быстренько бизнес-модели. Придумывать. Понятно, что между придумкой бизнес-моделей и реальным бизнесом лежит вот эта огромная пустыня, которую, собственно, самые успешные пересекают. Но, тем не менее, это первый важный шаг. Поэтому сегодня три основные части. Первая, кратенькая, чтобы разогреться, это несколько техник, способов по поиску идей, с которых мы уже начинаем бизнес-модели. Дальше, собственно, инструмент по сборке бизнес-модели и немножко о том, как это удобно и красиво представлять. Тема вообще, я думаю, многим из вас тоже многие инструменты знакомы. Тема давно развивается. Я постарался взять те инструменты, которые адаптированы именно к социальному предпринимательству, добавить туда то, что нужно, то, что не нужно, выкинуть. Давайте начнем с... Смотрите, да, по поводу вопросов. Пишите, наверное, сразу их в чат. Если их будет не очень много, я сразу буду на них отвечать. Если что-то будет такое подольше, я тогда в конце на них отвечу. Хорошо? Начнем с поиска, да. Чтобы прийти к бизнес-идеи, полезно от чего-то оттолкнуться. И проще всего отталкиваться с какой-нибудь проблемой, которую хочется решить. И для этого есть очень простой инструмент, который называется блокнот проблем. Не знаю, кто-то, может быть, пробовал. Я пробовал так делать. Берешь любой доступный тебе блокнот, цифровой или бумажный, и просто очень внимательно в течение обычной своей жизни, обычного дня смотришь по сторонам, подмечаешь. Каждый раз что-то записываешь, когда ловишь себя на ощущение, что, о, вот это мне не нравится. А вот мне не все равно, что вот здесь такая проблема. А вот я хочу, чтобы было по-другому. И каждый раз, когда ты видишь какую-то глупость, какую-то странность, что-то неправильно, ты это подмечаешь. И таким образом коллекционируешь набор всяких разных проблем, которые было бы здорово решить. И следующий шаг после того, как этот лист проблем есть, их можно, понятное дело, сгруппировать, выбрать ту, которая кажется наиболее интересной. И дальше применить замечательный инструмент, который называется «Что если». И что если, например, мы наложим на это фильтр уже известных бизнес-моделей. То есть, например, возьмем какую-нибудь проблему, связанную, допустим, с мусором на улицах, выбрасываем пластик, например. И мы применим к ней, например, фильтр уберизации, фильтр убера. А что если мы придумаем убер для пластика? Это для разогрева, то есть от этого можно отталкиваться и получать какие-то направления. Также можно применять фильтр, например, технологический фильтр. То есть мы накладываем на эту проблему какой-то фильтр технологии, например, интернет-вещей. А вот что если мы внедрим в эту сферу интернет-вещей? Что если мы подключим к решению этой проблемы технологию сбора больших данных? И так далее. То есть мы накладываем какие-то фильтры. Еще один легкий и полезный инструментик, это тоже, думаю, многим известно, Эдвард де Боно или де Боно написал прекрасную книгу «Серьезное творческое мышление». Там длинный список инструментов, очень простые штуковины есть. Например, инструмент наоборот. Вот мы видим, что мусор на улицах не убирают. И мы говорим, а что если, например, наоборот, мусор на улицах убирают? Или мусор убирают дворники, а наоборот, мусор убирается сам по себе, например, без дворников. И так далее. Ну, то есть просто применяем, подставляем какой-нибудь метод к решению какой-нибудь нашей проблемы. Метод гипербола есть. Когда мы чрезвычайно преувеличиваем ситуацию, и тем самым возникает какая-то картинка мира очень странная, но из нее могут появляться всякие идейки. Теперь к, собственно, основной части. Вот мы нагенерили набор всяких таких мыслей, и мы хотим с вами собрать бизнес-модель с социальным эффектом. Значит, чуть-чуть сначала у нас почему-то очень много ассоциаций в бизнес – это деньги. И вот у многих людей такая ассоциация, естественно, для бизнеса деньги нужны, но бизнес-модель, финансовая модель и модель монетизации – это не одно и то же. Поэтому очень кратенькая разница. Если финансовая модель, то это про то, как планировать расходы и доходы, как оно все должно сходиться. Она отвечает на вопрос, который у нас слева в красненьком. Про себестоимость, про то, чтобы у нас не было дыры между доходами и расходами. То есть такой финпланирование. В бизнес-модели это нам неинтересно. Модель монетизации – это именно то, как мы зарабатываем. Откуда мы получаем деньги, по какой цене, что мы продаем. Бизнес-модель, она все это вместе собирает. Поэтому, чтобы просто не путаться в определениях, сегодня мы будем зелененькая и синенькая. То есть, чтобы бизнес-модель получилась, нам синенькая пригодится, но к ней мы добавим социальный эффект. Перед тем, как пойдем дальше, хочу сказать большое спасибо Мэтью Маносу, этому прекрасному парню из Калифорнии, веселому, который придумал подход Modules of Impact. Вы можете на него посмотреть. И, собственно, в основу того, что я сегодня буду рассказывать, я взял именно его. Немножко адаптировал, что-то добавил. Мэтью очень любит пообщаться, поэтому можно, если у вас возникнуть идеи, ему напрямую написать. Из трех ключевых элементов состоит эта история. В основу мы берем проблему, которую мы хотим решить. Какую-нибудь социальную проблему, например, из списка, который мы создали пока на первом этапе. И добавляем два элемента. Модель доходов и модель социальных изменений, или модель социального эффекта. Очень все просто. Теперь подробнее. Ну, естественно, у нас получается вот та самая прекрасная бизнес-модель социального эффекта. И в результате, вот такой, на выходе, чтобы это все рассказать хорошо, нам нужно получить очень короткий рассказ, который ответит на четыре вот этих ключевых вопроса. Это полезно держать в голове, чтобы не растекаться мыслью по двеву, а сфокусироваться на вот этих четырех элементах. Мы к этому еще вернемся. Значит, я сейчас расскажу про три основные штуки, которые нам пригодятся. И дальше про механику того, как можно бизнес-модель генерить по этому методу. И дальше мы разберем более детально каждую из моделей социального эффекта и каждую из моделей монетизации. Смотрите, нам понадобятся три вещи всего. Первая – это листочки со списком моделей и со списком проблем. Следующая – нам понадобятся замечательные стикеры. Очень полезная вещь. И самый главный элемент – это кубик. Надо сказать, что методика очень веселая, но это не отменяет ее полезности. То есть она игровая, но она про серьезные вещи. Итак, листочки, стикеры и кубики. Как это работает? Мы выписываем сначала на одном листочке список из моделей социальных изменений. Я вот здесь на слайд привел шесть, вообще их очень много. Потом в презентации, которую мы вам направим, будет еще отдельная ссылочка на то, где их можно поискать. Большинство, к сожалению, на английском, но и на русском тоже. Это первый список у нас. Мы подробнее это разберем потом, что это такое. Второй список – это модели доходов. И этого достаточно. Два списка из них мы будем комбинации создавать. И обычно в командах, когда работаем, лучше это делать быстро. То есть одну комбинацию мы за 10 минут придумываем и за 2 минуты рассказываем историю вот по тому шаблону, который я приводил. Кому помогаем, какую проблему решать, через что и в чем изюминка. То есть это механика. Два списка, комбинируем из них элементы и придумываем, как это работает. Сейчас подробнее будем. И после этого, чтобы выбрать из всех этих вариантов, мы просто очень простым способом голосуем, если у нас внутри команды есть какое-то количество людей, кому какая идея больше нравится. Давайте теперь пойдем еще раз по механике. Очень все просто. Подкидываем кубик один раз. Понимаем, что у нас выпало, например, 3. Это значит, что модель социального эффекта у нас номер 3, например, в данном списке, это доступ для всех. Записываем ее. Доступ для всех номер 3. В следующий раз подкидываем кубик, значит, у нас выпадает, допустим, 5. Это значит, что модель дохода у нас с миру по нитке. Таким образом, получается, у нас доступ для всех с миру по нитке. И теперь мы будем в течение 10 минут придумывать, как вот эти модели помогут нам решать ту проблему, с которой мы хотим поработать. Проблема изначально задается вами, когда вы начинаете все это делать. То есть это какая-нибудь проблема, которую вы нашли или с которой вы работаете. Теперь давайте пройдемся по моделям социального эффекта. Если я говорю не очень понятно или слишком быстро, вы, пожалуйста, у меня спрашивайте. Давайте сейчас вот по механике все ли понятно. Раз вопросов нет, мы двигаемся дальше. Отлично. Первая модель социального действия, дать работу. Самое простое, что можно сделать, это придумать, как местные жители трудоустроить. Например, известный вам наверняка проект «Мед. Замечательный мед», который делает гузель, тем самым помогает трудоустроить людей в далекой деревушке. Создаем какой-то продукт, продаем его на рынок и даем работу. Другой пример – это лучший, он получил премию «Лучший сам предпринимательский бизнес в Европе» – это «Димайн Чоколад». Очень мне нравится эта картинка. Их цель – сделать так, чтобы фермеры в Гане выглядели, как вот эта девушка. Продукт у них ничем не отличается от любого другого коммерческого продукта. Они делают качественный, красивый, экологичный, вкусный, самый главный – шоколад. Но при этом основная миссия компании – трудоустраивать и создавать оптимальные условия труда для фермеров. Соответственно, это немножко еще будет похоже на вторую модель социального воздействия – на микропредпринимательство. Но суть в том, что мы создаем возможность для людей зарабатывать деньги и тем самым повышаем качество их жизни. Похоже, проект тоже есть прекрасный в России, который, в отличие от меда, это производство прекрасных чаев и таких травяных напитков. В Штатах, интересно, есть история про трудоустройство бывших заключенных, они месят тесто. То есть, в общем, неважно, что мы делаем, главное, что мы помогаем. Тесто месят, булочки пекут, пекарни у них. Главное, что мы помогаем людям получить работу. Вторая модель похожа на это. Мы создаем возможность для микропредпринимательства, такого небольшого предпринимательства. Очень нравится мне вот этот пример, потому что, глядя на эту картинку, вообще сложно представить, как там какой-то может быть бизнес, какое-то предпринимательство. И компания Fresh Life умудрилась создать пользу на туалетах. На проблеме отсутствия в Кении хороших туалетов, вообще каких-либо туалетов, они придумали модель, в которой они распространяют франшизу, такие портативные экотуалеты, и дают возможность местным жителям управлять этими точками. Надо сказать, что в Кении туалеты, которые есть, они в основном все платные. Поэтому, соответственно, человек администрирует вот эту кабинку, и тем самым он получает возможность заниматься таким микропредпринимательством. У этого бизнеса еще есть ряд классных эффектов. Они, во-первых, понятное дело, что экологию улучшают, но более того, они еще все отходы создают из этого газа, создают из этого электроэнергию. Не электроэнергию, а просто энергию, да. Это вторая модель. Третья моделька – это доступ для всех. Ну, очевидная самая, например, это InvoTaxi, пример. Это же российский проект. Придумываем, собственно, как известный уже продукт сделать доступным для, например, колясочников, инвалидов-колясочников. Доступ для всех – это широкая вещь. Здесь наше социальное воздействие, наш эффект в том, что мы придумываем, как снять барьер, как сделать доступным какой-то продукт или сервис для тех, для кого-то раньше был недоступен. Как правило, это либо инвалиды-колясочники, либо люди незрячие, неслышащие. Хотя, возможно, какие-то еще варианты, например, люди с тяжелым весом, например, с лишним весом, да. Или же люди, находящиеся в удаленных регионах, у которых там нет интернета, и мы делаем доступ к чему-то, например, к информационным ресурсам через то, что там запускаем, как Mark Zuckerberg, значит, Wi-Fi роутеры на дронах или на чем-то летающем. В общем, проводим он интернет таким способом. То есть, это метод социальных изменений. Мы даем доступ. Пока же истории есть в Гонконге и много где, если говорить про такси. Четвертая моделька была «все в дело» или «все в дело» или «отдать лишнее». Интересный бизнес в Бразилии социальный. Что они делают? Они собирают, во-первых, они собирают ненужные вещи. То есть, в Бразилии в чем особенность? У них есть очень богатые районы, очень бедные, и они рядом находятся. Соответственно, что делают эти ребята? Они приходят в богатые дома, говорят, что вам не нужно, от чего хотите избавиться? Им это выносят. И они сортируют на две вещи, то есть, они берут все. Сортируют на две вещи, на две стопочки. Те вещи, которые приличные, можно использовать, работающие, они несут в такие аккуратные магазинчики, как на картинке, и там продают по доступным самым ценам. А то, что утиль, они, соответственно, перерабатывают и создают, продают этот материал на вторсырье. Похожую вещь отчасти делает российский проект «Свалка». Разница, что они, по-моему, все-таки не продают пока, надо сказать, что они не продают в магазинчиках по доступным ценам. Ну, потому что такой все-таки острой проблемы, наверное, у нас нет. А в данном случае, кстати, вот эти доступные магазинчики, они решают проблему криминальных рынков. Ну, вообще, в рынке, я вот общался с Диего, они говорят, а в чем проблема, зачем устраивать свои магазины? Они говорят, что, во-первых, на рынках очень неприятно, понятное дело, когда неорганизованно, а во-вторых, там высокий уровень криминогенности, все время что-то воруют, какие все время конфликты происходят, и вот тем самым, создавая такие приличные дешевые магазины, они еще и эту проблему решают. Ну, в основе здесь принцип, что все в дело, то, что люди раньше выбрасывали, мы используем. Тоже интересный пример, связанный с едой. Сейчас, кстати, у нас тоже активно развиваются штуки с футшерингом, связанные. Еду, которую выбрасывают в супермаркеты и кафешки, в разных странах по-разному стараются использовать. Вот, например, один пример в Англии. Специальную столовую делают, и там готовят из той еды, которая могла бы испортиться. Можно даже делать такие симпатичные джемы из этого, тоже, соответственно, из, в основном, фруктов, овощей. Или же можно перераспределять специальный магазин, в котором, например, определенные категории людей, малообеспеченные, могут по карточкам это купить. Несколько таких примеров. У нас, кстати, тоже резиденты, ребята, у них модель чуть другая будет, наверное. Они делают тоже футшеринг, будут распространять продукты через фонды, которые уже работают с социально необеспеченными группами. Так, это еще один пример модели «Все в дело», но это мы можем пропустить. Четвертая, пятая, да, у нас пятая модель социальных изменений, социального эффекта была плюс один, наверное, самая известная модель. Много критик есть, компании Tom's Shoes, но, тем не менее, достижений тоже довольно много. Они были одними из первых, кто эту модель широко распространил по миру. Очень простая вещь. Ты покупаешь пару симпатичной обуви, качественной, и на каждую такую пару пара базовой модели, простой, но тоже качественный, едет в Аргентину и отдается детям, которые там босиком бегают. Почему такая проблема? Ну, понятно, что, понятно, что, когда дети бегают до сих пор, это плохо, там еще две вещи. Во-первых, когда плохая погода, они за это не ходят в школу и, понятно, снижают качество образования и всех перспектив жизни. И вторая проблема, что еще заболевания передаются по земле. Поэтому модель воздействия здесь плюс один. Прекрасный пример здесь в России, тоже компания T-Borch, по похожей вещи работает в Петербурге, по похожей модели довольно успешно. И шестая модель, которая у нас была на слайде, это прибыль на благо, тоже очень простая вещь. Тем не менее, вполне себе модель социального воздействия, когда мы делаем какой-то качественный, интересный, хороший, нужный продукт, при этом вся прибыль идет на поддержку определенных благотворительных социальных проектов. То есть компания, например, сама не делает такие проекты, но она находит партнеров благотворительной организации и всю прибыль направляет туда. Часто можно слышать, ну, вот здесь, например, в примерах «Простое добро», тоже наши резиденты, ребята, делают проще уже некуда – воду. Воду человек покупает каждый день почти, это очень базовая такая вещь, при этом она позволяет человеку не просто удовлетворить свою потребность в жидкости, в том, чтобы попить, она помогает сделать благотворительность простой и доступной для большого количества людей. Тоже много критики к подобным моделям, естественно, в мире их тоже много. Есть, например, лимонад, прикольный очень проект, «Lemon Aid» называется, они делают, понятное дело, лимонад, и у них социальный эффект в том, что они, соответственно, поддерживают фермеров и тоже прибыль направляют на то, чтобы выращивали местные чистые экологические фрукты и овощи. Часто спрашивают, ну, а в чем разница между просто какой-нибудь производителем воды, который поддерживает какие-то тоже благотворительные фонды, и вами. Ну, на мой взгляд, разницы принципиальных две. Первая, в двух моментах разница. Значит, первое, что, как правило, коммерческие компании, которые занимаются благотворительностью, действительно, у них не вся прибыль уходит, а, например, там, 10% от годовой прибыли уходит на благотворительные программы. И бизнес-модель не сконцентрирована на создании этого социального эффекта. А во-вторых, они не продают человеку возможность простой благотворительности. Они продают человеку возможность выпить воды. А в данном случае, там, с водой, с лимонадом или еще с чем-то, здесь мы материальную потребность совмещаем с какой-то альтруистичной потребностью. И тем самым мы создаем еще эффект, распространяя среди большого количества людей информацию о деятельности благотворительных фондов и о том, что вообще благотворительность, она не только для миллиардеров, она вполне себе для простых людей тоже подходит. А, Даша Алексеева, без Даши Алексеевой сложно сделать презентацию про социальное предпринимательство, потому что не знаю, что я хотел показать. Тоже хороший пример, когда лишние вещи обретают новую жизнь. Тут сразу несколько социальных эффектов. Черетишок, если вдруг кто-то не знает. Благотворительный бутик, винтажный. Старые вещи обретают новую жизнь, люди их покупают. Прибыль тоже идет на развитие, на поддержку благотворительных программ по работе с ребятами и склонением в развитии и с выпускниками детских домов. И, кроме того, социальный эффект здесь еще и с трудоустройством, потому что Даша нанимает на работу людей, которым эту работу найти бывает трудно, с каким-то, может быть, нестандартным прошлым или с какими-то тоже особенностями. Ну и плюс, естественно, тоже все в дело идет. Старые вещи, которые невозможно носить, они перерабатываются. Вопросов пока не вижу, значит, все понятно. И это, например, шесть моделей, которые я вывел на слайд. Соответственно, можно заранее подготовить для себя те модели, которые ближе, может быть, к вашему проекту или, наоборот, дальше от вашего проекта. Для этого можно просто посмотреть на примеры тех социальных бизнесов, которые вас вообще вдохновляют, которые вам нравятся. Например, нравится вам проект «Диалог в темноте» или там российский проект «Прогулка в темноте», когда проводятся тренинги в кромешной темноте, пользователь получает для себя новый совершенно опыт, необычный, а социальный эффект в том, чтобы устраиваться, например, незвящие люди. Нравится нам такой проект. Мы записываем, думаем, какая здесь модель социальных изменений. В данном случае это дать работу. И вот добавляем его в свой список. Таким образом можно подобрать список, который как-то отзывается у вас. Или, например, совершенно наоборот что-нибудь непохожее взять. Окей. По моделям... По моделям монетизации. Здесь, я думаю, все более понятно, поэтому просто быстренько по ним пройдемся. Видно, первое, да, это самое классическое, когда человек платит деньги за ваш продукт. Как еще можем зарабатывать. Вместо ценника обычного мы можем делать ценник плавающий. Сколько человек хочет, сколько и платит. Часто используется на всяких благотворительных. Мероприятия. Рекламная модель. Тоже здорово ее внедрять в социальное предпринимательство. Ну, понятно, что Google так работает. Все сервисы бесплатны, зато 90% доходов приходит от рекламодателей. То есть мы по факту продаем информацию о наших пользователях. Но вместо этого, то есть пользователь нам платит не деньгами, а информацией. Очень здорово применять для социального бизнеса. Комиссионная модель, модель, например, платформы, когда мы предоставляем возможность пользователям, одним найти других пользователей, заключить какую-то сделку, берем комиссию со сделки. Airbnb, Profi.ru, в общем, известная модель в социальном бизнесе, например, технологический такой был проект Octotel. В Палестине, еще в семи регионах, где нет интернета, они создавали платформу по соединению работодателей и соискателей работы через мобильный телефон. То есть человек хочет найти работу, он подписывается на рассылку, ему приходит рассылочка о том, что рядом с ним нужна где-то работа, или проходят тренинги, или ярмарк каких-то вакансий. И тем самым он сокращает расходы времени и расходы денег на поиск работы, работодатели тоже получают сильно дешевле возможность привлечь необходимые кадры, которые рядом с ними находятся. Соответственно, тоже берется, кстати, у них другая модель, у них модель подписки. Но бывает, что берется комиссия за, соответственно, сделку. Номер пять, это по-русски сказал краудфандинг, понятно, наверное. Деньги за время тоже интересно применять, это тоже довольно широкая вещь, это может быть формат антикафе, это может быть, опять-таки, формат экскурсии, как в случае с прогулкой в темноте. То есть мы думаем, а как мы можем зарабатывать? А давайте будем продавать время, в течение которого что-то происходит, связанное с решением, с тем проектом, который мы делаем. Так. Мне хотелось очень быстро вам рассказать про все эти модели, чтобы еще осталось время на вопрос и на поговорить. Давайте тогда к третьей части, про визуализацию. Я думаю, большинству известен инструмент бизнес-конвей Астервальдера. Опять-таки, хочется адаптировать это, во-первых, к небольшим начинающим бизнесам, стартапам, а во-вторых, к стартапным социальным эффектам. Поэтому, во-первых, есть версия для стартапов. К сожалению, на слайде плохо видно, но, опять-таки, ссылочку кину, ну, можно забить. Лин-канвас для стартапов, там отличается набор блоков. Это уже лучше, шаг вперед, по сравнению с Астервальдером. И Майкеманас тоже предложил еще более простую версию для бизнеса с социальным эффектом. В общем, мне кажется, еще больше мы это упростили. Я бы предложил вот такую модельку, когда после генерации идей мы получили много разных мыслей о том, как, например, использовать модель социального воздействия «Доступ для всех» и модель монетизации, например, «Подписка». И вот у нас на стикерах большое количество мыслей есть. Понял. Слайды, схемы. Ну, смотрите, вот та схема, которая нам нужна, на самом деле, она сейчас на слайде. Предыдущие – это была эволюция. Соответственно, чтобы дальше структурировать все эти наши мысли в каком-то наглядном виде, вот шесть таких простых блоков, в каждом из которых нужно ответить на вопрос. Это упрощенный вариант. Самое главное, что мы отталкиваемся в этой модельке от нашего социального эффекта. В этом принципиальное отличие от классической бизнес-модели, например, Астровальдера. И вот эти идеи, которые мы накопили на стикерах, мы раскладываем, соответственно, по этому шаблону. Большая часть идей пойдет в раздел с продуктами-услугами и в раздел с доходами. И дальше, отталкиваясь от них, мы уже понимаем, что нам нужно сделать для того, чтобы это обеспечить, и какие у нас расходы от этого пойдут. Давайте так, нужно ли подробнее остановиться на, в принципе, том, что такое Астровальдер, вот этот бизнес-конва, потому что я предполагаю, что она довольно известна. Если нет, то я просто могу подробнее об этом сказать. Юлиан, смотри, мое мнение, что ты хотя бы расскажи вот про эту бизнес-модель, например, с каких блоков начинать. Ты сказал, что с продуктов и социального эффекта, но вот у тебя не пронумерованы хотя бы там третий и четвертый, получается, или что нужно, с чего начать. Ну, давайте разберем тогда по этой. Смотрите, с первым пунктом понятно, мы от него оттолкнулись, это наша целевая аудитория, с которой мы работаем. Соответственно, здесь важно, если мы пойдем глубже, тоже там есть несколько инструментов, чтобы нарисовать портрет этого клиента, важные его, этого потребителя, важные его особенности, прописать. Иногда там полвозраст важен, иногда важен доход, иногда важен, например, географическая его привязка. Дальше ключевая вещь, которую мы должны понять, это в чем сейчас его проблемы в контексте того проекта, который у нас есть, какие барьеры присутствуют, почему у него нет доступа к тем или иным благам. и какие потребности мы хотим закрыть. Это второй шаг. Следующий мы двигаемся по диагонали, мы понимаем, хорошо, вот мы поняли, что это за человек, какие у него проблемы, какую проблему мы хотим решить, а теперь мы думаем, как же мы будем это делать. То есть, если мы вспомним вот эту нашу структуру, это получается как раз третий пункт. Через что, за счет чего мы решаем проблему. И здесь пойдет вход нашей идеи, которую мы нагенерили с помощью кубика и двух списков. И здесь мы наклеиваем то, что мы придумали. Например, вот мы здесь придумаем, что у нас будет прогулка, например, вот в полной темноте в кромешной. Это наш продукт или наш сервис, может быть, там массаж, который делает, например, незрячий человек. И вот мы сюда вставляем эти продукты и сервис. Это пункт треть. И отсюда у нас проистекают две вещи. Во-первых, мы понимаем, кто и за что нам платит. Прикидываем ценник. Это тоже наше предположение, наша гипотеза. И это пятый блок, нижний, это наши доходы. И с другой стороны мы понимаем, а что для этого необходимо сделать. Если нам нужен массаж, нам нужна массажная комната, и нам нужен массажист. Соответственно, отсюда проистекает процесс аренды помещения и поиска массажиста, его подготовки, ну и прочее. Если мы производим воду, соответственно, там контрактное производство, это будет заказ этикеток, или свои бурения скважины, ну и так далее. То есть эти вот ключевые процессы. Естественно, сюда закладываются процессы по поиску, по маркетингу, по поиску покупателя. И от этого мы переходим к шестому блоку. Из четвертого в шестой переходим. Это то, собственно, просчитываем, сколько нам эти процессы будут стоить. Смотрите, в чем особенность всех тех инструментов? Я имею в виду конвей, вот этих шаблончиков для бизнес-модели. Особенность в том, что их надо использовать постоянно. То есть если мы один раз это все изобразили красиво и повесили на стенку, это хорошо, это первый шаг. При этом обязательно важно не возвращаться, переклеивать эти стикеры, добавлять новые вводные, новые данные, потому что это инструмент, который работает только в динамике. Например, мы поняли, что ценник 500 рублей за 30 минут экскурсии не проходит. Соответственно, мы переклеиваем, понимаем, что мы теперь будем продавать, например, абонемент или подписку или еще что-то и меняем там пятый блок. И, например, у нас четвертый блок меняется. И таким образом это помогает держать в одном месте ключевые элементы нашего бизнеса. Поэтому нужно все время их обновлять, эти блоки. Еще есть вопрос, а вот даже несколько вопросов. Смотри, а сколько времени уходит в среднем, как ты думаешь, на заполнение вот одной бизнес-модели, если там, то есть это вообще быстро делается? Вполне быстро это можно сделать. Кстати, по времени, да, еще вот, чтобы наштурмить, вот мы вчера буквально штурмили, 10 человек у нас было, две команды за полтора часа наштурмили от нуля к вот этой истории по четырем пунктам. А, соответственно, про то, что ты сейчас спрашиваешь, ну, на каждый блок, который здесь есть, если мы уже предварительную работу провели, достаточно 15 минут, чтобы четко, понятно наклеить очень конкретные стикеры туда. На каждый блок 15 минут, ну, соответственно, там, в час можно, в полтора уложиться. Ну, да, еще хочу просто повторить твои слова, что, да, как бы цель вот вообще этого инструмента бизнес-модели это поиск устойчивого решения, да, то есть их нужно действительно создавать несколько, возможно, сразу предлагать несколько вариантов, либо менять в процессе, да, чтобы найти то, что будет наиболее эффективным и работать лучше. То есть, конечно, что один вариант, это не значит, что вы нашли одно решение, и оно единственное, то есть их очень много. Абсолютно. Да, инструмент позволяет просто их собрать в одном месте, смотреть, как они работают. Что еще я иногда делаю с командами? Мы фотографируем версию, там, сентября, потом версию октября, версию декабря, там, и смотрим, как они меняются. Тоже такая визуализация. Ну, давайте, наверное, резюме какой-то подведу, что мы с вами поговорили сегодня. Еще раз, первые у нас были инструменты по поиску идей с блокнотом проблем и с фильтрами, которые можно накладывать, чтобы разогреться. Дальше, когда мы говорили про сборку бизнес-модели, это три ключевых элемента. Проблема у нас в основе, это то, с чем мы хотим работать. Дальше мы накладываем набор из двух моделей. Модели какой-то определенной, конкретной модели социальных изменений и модели дохода. Чтобы не гадать, какую выбрать, мы используем кубик. Кинули кубик, получили набор из двух моделей и... Мы все пропускаем, вот такие два списка, да? И в течение 10 минут наштурмили самые безумные идеи. Какое очень важное правило в этом процессе? Это один стикер, одна идея. Потому что если мы все пишем на одном листочке, а четыре, а потом невозможно с этим работать. Деталь, но очень важная. Поэтому наклеили этих стикеров и сгруппировали. Если у нас, соответственно, большая команда, мы это обсуждаем и группируем. Вот. И что мы сегодня после этого с вами сделали? Мы разобрали примеры конкретных моделей социального воздействия, социальных изменений и модели монетизации. Соответственно, таких моделей много. Их можно комбинировать, использовать, находить те, которые похожи на вас, которые не похожи на вас. И ссылочки на них мы еще дошлем в презентации. На список этот длинный. И в конце мы с вами поговорили о том, как это все наглядно изображать и как это можно использовать в динамике. Вот. Наверное, у меня все. Я всегда рад пообщаться прямо сейчас, поотвечать на ваши вопросы и потом, когда вам это будет интересно. У меня первый вопрос. Вот количество моделей социальных изменений и монетизации. Оно ограничено, либо оно может включать какие-то новые варианты? И как, кто это вообще включает и как это сделать? То есть, я не знаю, может быть, есть какое-то сообщество, которое занимается этим и добавляет новые идеи? Откуда они берутся, да, эти идеи? Да, да, да. Сообществ разных много, разных сайтов, где появляются там списочки, подборки, часто их публикуют. Вот в том числе у Мэтью Маннессона, models of impact.co, который на слайде был, есть длинный список. Это такой набор из, по-моему, 100 моделей. Ну, там они очень все похожи, поэтому, я бы сказал, таких крупняком уникальных их, ну, может быть, там 20. Но, естественно, они все время пополняются, потому что люди с разных концов мира придумывают какие-то новые ходы. И еще их можно искать, просто глядя на истории социальных предпринимателей. На сайте Ашоки, на сайте, если международный говорить, на сайте нашего будущего, фонд «Наше будущее», там есть раздел со всякими разными социальными предпринимателями. Высо-выпускников инкубационных программ в Impact Hub, в нашей инкубационной программе, программы. Поэтому это такой процесс саморегулируемый, то есть все время они наполняются. Еще вопрос. Как ты думаешь, а вот этот игровой момент, который есть в составлении модели, вот он, собственно, почему он появился так? Потому что это упрощает понимание и как бы состыковку вот этих вот блоков разных, чтобы... По двум причинам основным. Во-первых, сложно выбрать. Мы 15 моделей нарисовали и думаем, какая подходит. И сразу начинаются споры. Потому что один человек думает, что это подходит, другой думает, что другая подходит. На самом деле никто не знает. Кроме рынка никто не сможет ответить на вопрос, что сработает, а что не сработает. Ни один эксперт, ни один самый успешный предприниматель. Поэтому случай, в данном случае кубик, он решает эту проблему за нас. Мы просто быстро разные варианты прорабатываем. Я сказал две причины. Мне кажется, вот... А, да, ну и вторая причина, это снижает уровень серьезности. Всегда, когда элементы игры, это происходит весело, но при этом результаты довольно серьезные получаются. То есть, а вот если так подумать, хорошо, есть разные модели, то получается, что какие-то модели более эффективны в некоторых странах, какие-то менее, да? То есть, вот ты мог бы как-то выделить какие-то вот из тех, которые в России более актуальны, или так нельзя выделять? По факту. То есть, по факту можно смотреть, что окей, вот в этой стране распространилась вот эта модель, но можно сделать вывод, что это произошло, потому что, например, там есть какой-то барьер. Вот, ну, априори, так сказать, какая работает в России, какая нет, я бы не стал, потому что может сработает, но в каком-то другом ракурсе. Может быть она, в чем еще плюс здесь, да? Может она сработает в связке с моделью монетизации, потому что тут же два элемента у нас, да? Может даже три элемента. Проблема, монетизация и социальные изменения. Поэтому очень по-разному бывает. Ну, наверное, какие-то модели, связанные с массовым, очень дешевым продуктом, они более актуальны для стран совсем низким доходом у большого количества населения. У нас все-таки другая история. У нас, например, более актуальны, я бы вот так сказал, значит, проекты, которые, например, решают вопросы вовлечения людей, инклюзии любой, через работу, через какую-то активность, любую, потому что у нас вот не очень хорошо работают механизмы вовлечения людей с какими-то особенностями в жизни общества, да? Все, что связано с удаленными территориями. Потому что огромная страна, естественно, очаги экономические, они в крупных городах, а вот все, что там дальше, оно плохо работает. При этом, например, те модели, которые базируются на какой-нибудь инфраструктуре, типа интернет, теплосети, вот они тоже лучше работают в России. Ну, кстати, так как мы теплиц проводим очень большое количество всяких хакатонов, вот с чем мы столкнулись, часто людям очень сложно понять, что следует отталкиваться от проблемы, а не от решения. Многие сразу видят в своей голове решения, особенно там специалисты, программисты, например, да? Вот они знают, что есть некая технология, да? Вот они хотят сделать, условно говоря, там мобильное приложение или сайт, и вот им очень тяжело как бы понять, что на самом деле надо сначала посмотреть проблему. Вот. Это даже не вопрос, это просто такое замечание, что вот... А эта модель, она как раз, ну, вообще, вот инструмент бизнес-модели, да, он формирует такое именно восприятие через призму проблемы, что намного правильнее, как я считаю. Ну, и я помню... Да. Так, вот в чате есть вопрос. Мне кажется, это не вопрос, это комментарий. Добавить слайды при использовании вместе... Не очень понял. А при использовании метода вместе с студентами интернами. А что вы имеете в виду добавить слайды при использовании метода? То есть, что на слайдах вы хотели бы увидеть? Да, некая рекомендация, просто я понял. Ну, я просто не очень понял, что добавить. Если уточните, будет здорово, добавим, если есть. Так, хорошо, у кого-нибудь еще есть вопросы какие-то? Вопросы, вопросы, вопросы. Видимо, нет вопросов. Все равно понятно. Ну, хорошо, замечательно. Вот, я всегда рад пообщаться. Да, из ближайших событий, которые у нас будут, 27-го числа презентации нового набора социальных предпринимателей в нашей программе. Может прийти послушать, пообщаться, может подключиться к какой-то команде. 15-го марта большая премия по стартап-года. Там все будет, в том числе номинация социально значимый стартап. И еще это весной у нас будет онлайн-курс вообще про то, как создать свой бизнес. Супер. Да, в общем, если нет вопросов, тогда большое спасибо тебе. Я думаю, что все остальные вопросы можно задать там либо в Фейсбуке в мероприятии, либо как-то еще. Вот. Да, вот это как раз вопрос какой-то еще один есть. Так. Ну, если говорить про бизнес-модели, ну, или про модели воздействия социального, то давайте там, как бы мне там что посоветовать. Значит, смотрите, здесь, чтобы у нас была устойчивая бизнес-модель, нам надо понять, насколько у нас достаточно этого рынка людей, инвалидов с ментальными нарушениями. То есть, если мы можем придумать какой-то продукт, который мы будем им, например, продавать, и они готовы платить, он будет окупаться, это окей. Но, скорее всего, нет, поэтому нужно будет придумывать, использовать, например, плюс один, то есть, понять, как мы можем использовать те ресурсы, которые у нас есть по обучению, для того, чтобы, например, создать продукт для другой целевой аудитории. Таким образом, этот продукт, например, может быть более маржинальным, более прибыльным, и та прибыль, которую мы будем на нем зарабатывать, она может субсидировать наши продукты для вот этой целевой аудитории. То есть, например, такая модель может быть. Ну, а дальше, собственно, что бы я посоветовал? Я посоветовал бы использовать вот этот инструмент, чтобы нагенерить много разных идей. Вот, я знаю там несколько проектов, которые довольно успешно работают в этом ключе, но они скорее успешно работают с точки зрения методики, да, не с точки зрения бизнес-модели. Поэтому, ну, а следственную методику я вам советовать не могу, я не эксперт в этом. Вот так. Так, еще один вопрос. Там про премию, да, это российские страны или там СНГ, например, могут участвовать. Хороший вопрос. Как-то я не задумался. участвовать в плане номинироваться. Там есть номинация глобальный стартап. Надо думать, что туда можно подаваться всем. Но я думаю, что необходимо какое-то присутствие в России, я так думаю. Но лучше написать, подать заявку и написать на сайте премии. Вот, стартап года можно набрать, оно быстренько находится. А прийти по участку можно кому, на мероприятие, естественно, кому угодно. Важно бывает показать практику применения на конкретных примерах совместного моделирования. Именно это может добавить в презентацию. Тогда будет больше практических обсуждений для наших проектов. То есть, например, как мы берем модель дохода и модель социального эффекта и конкретный пример, который совмещает оба проекта, я так понял. Не по отдельности, а видимо все вместе. Потому что я про монетизацию не стал приводить больших примеров, потому что это довольно стандартная вещь для любого бизнеса. Но я понял. Если я правильно вас понял, то добавить примеры, которые показывают комбинацию двух элементов. понятно. Так, написать для консультации, конечно, можно. На почту, Facebook можно позвонить. Пропустил я что-то еще, Леш? Нет? Да, вроде нет. Я думаю, что да, и хорошее замечание по поводу вот... Ну, в принципе, просто да, так как время вебинара ограничено, понятно, что более подробно можно, но вот если там какие-то оффлайн-версии, да, там просто воркшопов, когда сидят и там прям процесс этот генерации идет, он, конечно, более понятен. Просто в формате вебинара было бы сложно так рассказать, было бы это реально очень долго. Тогда еще раз говорю тебе большое спасибо вот и всем, кто слушал, и тогда, если там нужны там какие-то ответы на вопросы, можете всегда связаться с нами, там со мной, с Юлианом, и он ответит, я думаю, вот, тогда говорю еще раз спасибо, и тогда прощаемся. Всем спасибо, всем пока. Спасибо, что были с нами, спасибо, что позвали, Леш, вот, я надеюсь, вы сможете использовать этот инструмент в своих проектах, делиться им с друзьями, знакомыми, незнакомыми. Всем успехов, хорошего дня. Да, спасибо.